Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги пророка Иеремии для библейского портала «Экзегет». Я читаю перевод Луки Маневича. Предыдущая, 13-я, такая была слегка шокирующая, с очень такими непристойными, как нам кажется, образами, но когда нужно достучаться, и эти слова иногда сгодятся. А 14-я попроще, поровнее, но вместе с тем и поконкретнее. Здесь описано примерно то же самое, но более такими образами, связанными с реальностью. Причем здесь описано не нашествие врагов, а здесь написано засуха. Еще один вид бедствия, которое может поразить землю. Вот слово Господне о засухе, которое было Иеремии. И он описывает дальше очень детально, так, чтобы для каждого эта картинка стала близкой и понятной. Вот какая еще беда может постигнуть народ, если он не изменится. Иудеи плачут, врата ее изнывают, лежат на земле почернили. Крик стоит в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг за водой. Те приходят к колодцам, но воды не находят, и кувшины обратно несут пустыми. В ужасе они унижены, головы свои покрыли. Земля вся потрескалась, ибо дожди прекратились. Пахари в ужасе, головы свои покрыли. Это такой жест отчаяния, позора, несчастья, депрессии. Даже лань полевая детеныша наврожденного бросает, ибо травы не стало. Дикие ослы стоят на холмах пустынных, хрипят они, как шакалы. Глаза их померкли, ибо нет ни травинки. Вот действительно очень реалистичное описание засухи. Тут прямо все сразу стало ясно. Но ведь засуха – это когда не хватает воды. То, что происходит с народом, это когда ему не хватает Бога. «Преступления наши нас уличают, но вступись, о Господь! Ради имени Твоего хоть измены наши бесчетно пред Тобой мы грешили. Надежда Израиля, избавитель его в час бедствий. Почему же теперь Ты на земле этой, как чужеземец, словно путник, что на ночь остановился? Почему же теперь Ты словно человек, растерявшийся, словно воин, который спасти не может? Ведь Ты, Господь, среди нас. Имя Твое провозглашено над нами, не оставляй нас». И вот засуха порождает молитву. Когда стало совсем не в моготу, то они обращаются, наконец, к Богу. Так говорит Господь об этом народе. «Бродить они любили, ног своих не щадили». То есть бродить по сторонам – это значит идти вслед за чужими богами. «И стали они неугодны Господу. Теперь Он злодейство их вспомнит, за грехи покарает. Сказал мне Господь, не молись о благе для этого народа. Будут они поститься, но я не услышу их плач, и будут совершать все сожжения и хлебные приношения, но не станут мне угодны. Я истреблю их мечом, голодом и мором». И сказал им, Господи Боже, вот твердят им пророки, не увидите вы меча, голода у вас не будет, ибо прочный мир я дарую вам на месте этом. Вот, смотрите, такой сложный разговор. Иеремия разговаривает с Богом, Бог говорит с народом. Иеремия приводит еще слова пророков этого народа. Вот такая многоплановая беседа. «Сказал мне Господь, ложь вещают эти пророки от моего имени. Я не посылал их, не давал им повеления, не говорил с ними. Ведение лживое, вражбу пустую и собственные выдумки они выдают вам за пророчество. Потому так, говорит Господь, пророки, которые вещают от моего имени, хотя я не посылал их, говорят, что ни меча, ни голода на этой земле не будет. Эти пророки сами, отмечая голода, погибнут. И люди, которым они пророчествуют, погибнут от голода и меча, будут лежать на улицах Иерусалима, и некому будет хоронить их, женных, сыновей, дочерей. Я на них и залью их же зло, возвести им это слово». Ну и вот часто в этой книге возникает эта тема естественных последствий. То есть, что они делают, то с ними и произойдет. Вот эти пророки отказываются видеть какую-то опасность. Они ее увидят, но увидят на своем примере. Возвести им это слово. «Пусть исходят очи мои слезами, пусть ни днем, ни ночью не перестают плакать, ибо Дева, дочь моего народа, изнемогает от ран ужасных, от увечий тяжких. Выйду в поле, там убитые мечом, приду в город, там измученные голодом. И пророка, священник по стране блуждают, лишены знания. Неужели ты отверг Иудею? Неужели все он душе твоей ненавистен? Почему же ты нас терзаешь? Почему нам нет исцеления?» Вообще-то всю книгу «до» и всю книгу «после» будут отвечать на этот вопрос. Почему? Ну, это такой крик души. Вот крик души этих людей. Иеремия приводит их слова тоже. Вот нет, чтобы ему сказать, слушайте, вы уже доигрались, смотрите, что с вами происходит. Он приводит их слова, их вопль. «На мир мы надеялись, но нет блага, исцеления ждали, но пришел ужас. Мы знаем, Господь, преступления наши, наших отцов беззакония, пред тобой мы грешили. Но ради имени твоего не отвергай нас, не обрекай на унижение престол твоей славы. Вспомни, не расстолгай твоего договора с нами. Разве идолы народа в дождь посылают? Разве небеса дарует ливень? Разве не ты, Господь, Бог наш? На тебя мы уповаем, ибо ты творишь все это». Вот, наконец, впервые в 14 главе мы замечаем покаяние народа. Но покаяние несколько вынуждены. Не тогда, когда его предупреждали, а тогда, когда все стало действительно плохо. Но вот эта книга, она как греческая такая трагедия древнегреческая. То есть есть партия хоров, вот она звучит. Иеремия – это главный герой, протагонист. И Господь – это тот, кто ему отвечает, и то, чье слово он передает. И вот его сложные такие отношения с этим хором, вот здесь они начинают приходить в некоторую гармонию. Хор, наконец-то, расслышал. Но это ведь должно произойти когда-то, до этого еще далеко. Будут бедствия. Вот о них будет 15 глава. Субтитры создавал DimaTorzok